В России вторая неделя выходных, которые Владимир Путин продлил до конца апреля. Как мы живем в эти дни? В таких условиях мы не оказывались еще ни разу. Полмира на карантине и самоизоляции. Человечество словно поставили на паузу. Вот уж на самом деле сегодня как новости звучат строки Бродского. Те, что про не выходи из комнаты. Даже иерархи русской православной церкви призывают верующих пока не ходить в храмы. А такого не было даже в годы Великой Отечественной. Уходящая неделя запомнилась стабильно высоким приростом числа заболевших. Данные на сегодня, субботу, 11 апреля, вы сейчас видите на экране. Однако российские цифры все равно ниже, чем в западных странах в тот же по счету день с начала эпидемии. Я не склонен к конспирологии, более того, уверен, что власти публикуют реальные цифры. Так почему же они такие? Как мне кажется, причин несколько. Первое, большинство россиян все еще не могут позволить себе регулярные поездки за границу. То есть наша бедность в какой-то мере уберегла нас от лавинообразной нарастающей эпидемии. Второе, в постсоветских странах большинство населения привито еще по стандартам СССР. И некоторые врачи склонны объяснять силу нашего иммунитета наличием прививки БЦЖ. Подчеркиваю, это всего лишь одна из теорий. К непосредственному механизму болезни мы еще вернемся, а сейчас поговорим о новой реальности, в которой мы все оказались. Если раньше в интернете все смотрели, а что там с пробками, то сейчас на первый план вышел индекс самоизоляции. Данные предоставляет Яндекс. Шкала, как в школе пятибалльной, я бы даже назвал это оценкой дисциплиированности жителей разных городов. Саранск в числе крепких троечников. Людей на улице, конечно, меньше, чем в мирное время, однако на неделе с каждым днем в городе становилось все многолюднее и многолюднее. В прошлые выходные мы выросли до четверки днем, а в будни скатились до трех баллов. И это плохо. Что такое коронавирус? Как он нас убивает? И как его лечить? Ученые ответов на эти вопросы пока не дают. Поэтому стоит сейчас поберечь себя.